здарова народ добро пожаловать на новую серию по спарже в этой серии надеюсь я уже поставлю машину на учет стоит она без учета во дворе где-то месяцев пять ну на подходе сезон пора бы уже заниматься плотно машинами брала себе такую небольшую передержку вот отдыхал от машин сейчас уже сижу в одиннадцатой и потихонечку занимаюсь подготавливаю потому что сегодня я поеду к ежу отдам машину ему он снимет пневмостойки ну вообще всю пневму чтобы поставить обычные стойки которые лежат в багажнике их покупку вы могли видеть как он там предыдущем видосе вот я покупал также накинул уже передние колеса тому обычные штампы докупила проставки вот но это все чуть позже покажу сейчас я занимаюсь тем что как-то перебираю лягуху ну вот это вот дребедень потому что я купил вот такой вот руль обычный четырёшный и у меня получается вот эта металлическая часть упирается прям в провода и начинает их перетирать вот собственно что происходит вот сейчас не за постараюсь их достать либо что-то с этим придумать не хочу чтобы я ехал и у меня перетеллись провода и машина начала гудеть вот да можно вытащить предохранитель но так или иначе я вот это вот все если так скажем отстригу это потом ну обратно не верну я планирую все вернуть потом обратно то есть как машина была изначально видео планируется быть интересным так что прожимайте заранее лайк подписывайтесь на канал и на все соцсети чтобы ничего не пропустить тем не менее я уже придумал как решить проблему с рулем в общем разобрал я катушку улитку как она правильно называется вытащил ее так аккуратненько зафиксировал на васяна и вот так вот аккуратненько положил надеюсь гаишник вопросов не задастся что это такое лежит скажу ну просто рулетка обычно строительная вот сюда положил и все вот а если гудок потребует ну гудок вот он как бы два проводка ократить да и в принципе вон еще есть провода здесь подушка легко снимается ну как подушка накладка это то есть вот все провода есть допустим там на месте уже гудок можно будет подключить пофиг пустить его так там ну пусть он там да чуть будет прокручиваться потом как от него отъеду можно это все дело отключить не сейчас первым делом задача поставить машину на учет мне там как видите я даже снял уже свой планшет 10 дюймовый в эти динамики из дефлекторов так что тут еще по салону да и все а снял гранта зеркала сейчас еще сниму попутно задние стойки чтобы и жони не мешались вот потом еще в дальнейшем сниму сабвуфер вот уже лежат 15 колеса штампы там стойки в багажнике всякие резинки и брызговики вот троечка кстати стоит рядышком на ней сейчас двигаюсь постоянно вот снял заднюю распорку снял под капотом переднего распорку но сейчас покажу вот под капотом сейчас пока такая красотень остался вот этот небольшой кронштейн ну для распорки двигателя вот я вот кручу тут просто ну потому же уезжай это сделали боже сам поставил обычный спуск фильтр который пресс из урала поставил тоже омыватель старый который у меня стоял он лежал у меня на складе и все потом сюда останется поставить ну наверное аккумулятор стройки поставлю аккуратненько так чтобы дело вид что присутствует аккумулятор потому что аккумулятор как вы помните у меня в багажнике крылья уже имеются остается докупить передний бампер он там полторашку нашел и наверное решетку все так что вот сейчас сменю колеса вот в таком состоянии пока стояла пять месяцев надеюсь не задаст гаишников просто по поводу за них ароку скажу что сгнили как бы стояль накладки я просто снял был сток на колес конечно палец наверно видно что 15 они хотя все эти вот потом обозначение уберу вот сейчас также уезжая еще снимем вот эту насадку отпилим вот эту насадку потому что на проваренных банки в дальнейшем я просто поставлю бампер все крепления потому что есть только боковых нету но здесь скотчем подфиксирую сниму тонировку на фонарях ну и в багажнике под замаскирую получается вот это все дело кому сеточку либо пакетик сюда положу чтобы этого не было видно все здесь у меня получается будет пол сабвуфер тоже сниму потому что что будет опять же лишних вопросов не задавался сидит с виду хиток скину хотя у меня там нижней часть распорки осталось не стала снимать ну и можно в принципе как-то замаскировать допустим пол сразу подготовить туда его сдвинуть чтобы он посмотрел этот номер сверил если он еще будет сверять и все то есть постараюсь максимально все ему облегчить чтобы он просто ну лишний раз не заморачивался просто пришел номера быстренько сверил посмотрел ну вроде все сток там возможно задаст вопрос по поводу арок по поводу резины не знаю ночные размеры колес как бы вот эти вот они больше похожи на 14 потому что два раза шинчики путали с 14 вот если даже шинчика путают то как бы надеюсь гаишник уж точно не замечать подляну только от меня смущает задние колеса но если они сейчас когда машину задеру ну стандартное состояние если они будут сильно палиться то придется наверное искать все-таки 14 потому что у меня сзади стоят дисковые тормоза а спереди 15 дисковая вот такая проблема с колесами ладно хватит болтать вот такие купил еще брызговики самые обычные там 300 рублей они вышли мне перед и зад проставочки купил на авито человек заказывал salber за 450 рублей тоже чтобы поставить эти колеса они сейчас данный момент в эти стойки упираются бортиком резины стойку и не прокручиваются вот хотя вот эти они спокойно пролазит но видимо вылет у них чуть и разный это так ну все закончил все что хотел подготовил машину уже все перегрузил в тройку пока во временный склад ну что поделать надеюсь ешь управится за пару дней а желательно за один вот все выезжаю сейчас на заправочку и до него страшненько давно не ездил папа вообще совершенно отвык то есть когда сперва на четверки ездил потом на тройбане сцепление очень сильно отличается эластичность моторов тоже разная то есть ну вообще все кардинально разное поэтому сейчас пока буду ехать буду снова привыкать она едет тем более неплохо сзади конечно симфония звуков скрипящих но это бублики на стойках потому что там по сути больше нечем скрипеть уже подъезжаю тут к ежу не стал заезжать я в магазин за новым маслом заставлю его купить ну попрошу вернее новый фильтр и маслица потому что давно ничего не менялось ну и кстати классненько бодренько подхватывающая g-drive заправился 95 с кайфом прям но и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем снова здорово! Прошло буквально пару недель, как мы закончили одиннадцатую. Попутно я еще сделал страховку и техосмотр. Одиннадцатая в данный момент выглядит вот так. На штампах с брызговиками. Поткнули мы кое-как пополам эти штампы, потому что у них меньше вылет, чем у этих. А это пятнадцатые штампы, напоминаю. Поставил поворотники. Такие просто их накинул. Поставил крылья пластиковые, которые обтянул в карбоновую пленку. Купил новый бампер, поставил тоже решетку. Решетку купил на Авито сломанную, просто чтобы было хоть что-то. С этой стороны все аналогично. Машина на стандартной подвеске. Уже сама почти что как прошла техосмотр. Заплатила я за него две тысячи. Там закрыли глаза на некоторые моменты. Самое обидное, что было, это пришлось содрать тонировку. Причем содрать ее вандально. Она за 4 года просто уже вросла в фонари. Эти в принципе не жалко. Ну как жалко, их под полировку все равно. Катафот было не жалко, потому что он у меня сам по себе треснул. И вот этот человек, который мне помогал сделать техосмотр, он так же скоблил ножом в фонари и закоцал крышку багажника. Блин, это конечно печально, потому что планировал я бы только вверх перекрасить. Он начинает пузыриться. Ну ладно, это решаемо. Так что на следующей неделе, либо через неделю я уже поеду в ГАИ и буду ставить ее на учет. Двигаюсь пока на троечке, троечка не подводит. А попутно мне пришли ништячки, как на 11, так и на троечку. Приехал мне воздуховод, вот этот вот в стиле Феррари, с белой подсветкой, вот такой вот короткий. Давным-давно я на них облизывался. Стоит он полторы тысячи. Планировал я поставить его вот сюда. Как бы он по размеру, да, входит, но он получается все равно большеват. Еще я хотел сюда кнопки стеклоподъемников для задних дверей сделать. Вот мы еще не забываем, что у меня здесь прикуриватель. Вот он выведен, но пока не купим, потому что я полностью переделал новый тоннель. В принципе его сюда можно одного поставить, но как-то я думаю, получается не очень, но это еще надо будет подумать, обдумать. Вот так как-то это все будет выглядеть примерно, но места под кнопки не остается совсем. То есть либо один дефлектор, либо еще гранто этот блочок от стеклоподъемников грантовских. Ну вот как вот у меня на водительской двери, только под две клавиши всего лишь. Попутно тут еще разбираюсь с передней частью, с туннелем, потому что первым делом, что я планирую после постановки на учет с машины, это доделать наконец-то туннель ужинька, уже врастить наконец-то эти гранто-подстаканники, которые у меня уже, наверное, год болтаются. Еще год до этого я вынашивал эту всю идею, вот еще, чтобы был у меня туннель с гранто-подстаканниками и прирощенным вот этим баром и аломаровским подлокотником, который полностью функционирует. И вот этот вот бар, он срещен с центральным туннелем. А попутно также еще сейчас думал, что сделать здесь. Нашел я ребят, которые режут оргстекло. Сюда хочу заказать черное оргстекло, чтобы было как здесь у меня эти крутилки. Уже избавиться от этого старого беспонтового бортового компьютера, который уже просто никакой функции не несет нужной, потому что я за машиной и так все у меня... У меня приборка все показывает ниже, чем бортовой компьютер. И вот этой страшной рамки для электронного манометра от пневмы. Вот. Хочу как-то аккуратнее это сделать посерединке. Может еще сейчас как раз-таки сделаю сюда дефлектор. Может докуплю второй, я не знаю. Потому что вся проблема в том, что у меня выходит воздуховод. Вот он, он квадратный. И мне выводить его как-то здесь все кромсать аккуратно, выводить сюда, чтобы туда в туннель не врезаться. Там очень много проводов и воздуховоды будут очень сильно мешаться как проводам, так и провода воздуховоду. В общем, это сразу идея отпадает. Либо пустить его как-то вот сюда, чтобы он вдул в руку. Потому что я планирую еще поставить электронный ручник. Кнопка уже у меня под него готова. Вот как-то вот это все дело сделать. Снял уже попутно свою подсветку, которую я делал сюда. Если кто не знает, да, здесь есть подсветка пепельницы. Здесь она подключается и отсюда она подсвечивает. Я ее дорабатывал, чтобы она на зетодиоде светила прям ярко, зелененьким и хорошо рассеивала. В общем, сейчас все обдумываю. И пойдем к какому-то общему знаменателю. Хотелось бы, конечно, сделать с минимальным зазором это все дело. Вот, чтобы все было как бы и повыше, и красивее смотрелось. Чехол, понятно, грантовский поставлю. Ручка будет, КПП другая. Вот, ручник уберется. Здесь еще может зашью, чтобы было, ну, плоское пространство. Чтобы кнопки можно было поставить. Либо вот дефлектор как-то так поставить его. Не знаю. Наверное, колхоз. Но пока других вариантов я не придумал. Были у меня в запасах вот такие кнопочки. Это еще, когда я покупал передние новые стеклоподъемники на единственную. Вот, у меня достались с ними вот такие вот кнопки. Думал их как раз-таки поставить в заднюю вот эту вот консоль. Чтобы, ну, для задних стекол было. Но не думаю, что это будет прям удобно. Приехала ко мне на троечку еще посылочка. Кайфовая. Наконец-то я заказал ее. Это верхние рычаги. Кто смотрел прошлую серию, как я подготавливал троечку к поездке в Краснодар, знаю, что я поменял полностью нижние рычаги. Все сайлентблоки снизу. И вот теперь дошло время до верхних рычагов, потому что они люто начали скрипеть уже. Там стуки появились и так далее. Комплект полностью этот обошелся мне в 6000 рублей. Вот такие трековские походу шаровые верхние. Две штуки. Дальше идет у нас полиуретан. Сгоны. Вот, я так понимаю, вместо сошек. Какие-то еще проставки. И сами рычаги. Вот такие вот толстенные. Ну, прикольно. Что-то новенькое. Если что, это Красноярский выворот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну окей, мы как бы не гордые, приедем завтра, так завтра, главное, чтобы уже машину поставить на учет и как бы закончить с этим делом, потому что надо делать мотор, уже у меня вовсю тут мигает лампочка давления масла, хотя когда даешь оборот, она пропадает, не знаю, видимо датчик, потому что до этого было все в порядке. И уже просто смотреть тошно на весь этот разобранный салон, как бы на этот весь колхоз в понарушке. Ну а также я сейчас попутно заехал к Алине, с ней поболтали, она там была недалеко, купил я колечки на новые колеса, на новую машину, ну как новую, на тройку. Ну, в общем, будет что-то интересное, но это уже мы потом, пока так еще все предварительно только обдумываю, подсокупаю и так далее. А, купил еще тягу панары, кстати, чуть позже покажу. Вот, так что все, план капкан, завтра еду. Надеюсь, уже поставлю машину на учет и сразу же, наверное, в этот же вечер, завтра в салон привожу, то есть, как он был, ставлю мультируль, ставлю планшет, под капотом всякие там распорки, херорки ставлю, потому что это уже невозможно. Пневма, кстати, если что, до сих пор на ребилде. Ну что, народ, можете меня поздравить. Машина наконец-то поставлена на учет. Вот, да, закончилась эта эпопея, все, я уже вчера даже накинул номера, уже кое-какие там моменты поснимал, то есть, задний бампер снял, под капотом, начинаю приводить его потихоньку в то состояние, в котором она была. Конечно же, без обвеса и колес, потому что они сейчас на продаже, все финансы у меня уходят именно на троечку, готовлю троечку к сезону, но об этом чуть позже. Прикупил я вчера на 11-ю новый аккумулятор, также тюменский 75-ка, которая у меня и была несколько лет назад, остался очень доволен этим аккумулятором. Вот, сегодня продолжу ставить, вырезал квадратики из шумоизоляции под зеркала, потому что там, ну, вот это вот уплотнение, которое идет с гранты зеркалами, оно не особо помогает. Да, оно лучше, потому что, ну, с ним лучше, чем без него, очень много пыли летит, вот сейчас у меня стоят штатные зеркала, с ними там вообще капец, столько пыли надуло в салон, прям видно на дверных картах. Вот, приклею и потом их поставлю, вот, и все, можно, в принципе, двигаться, пока поезжу так, потому что машина будет под жопом. Ну вот и все, провел машинку в более-менее божеский вид, поставил свою решеточку, поставил обратные зеркала, пока без М-накладок, я их потом позже посажу на черный герметик, чтобы они хорошо держались, не отваливались больше никогда. Вот, по поводу покраски в цвет, хрен его знает, задний бампер, пороги, крылья и передний бампер в будущем, соответственно, будут краситься, возможно, капот переобольется, потому что на нем много пылинок, есть просто закрашенные кратеры, также есть, ну, маленькие нюансики в виде треснутой, ну, треснутого стекловолокна и там всякие царапки некрасивые. Еще, к гаранту, зеркалам сделал небольшую доработку, обклеил, получается, внутреннюю часть виброизоляцией, чтобы пыль не летела в салон, да, на них гораздо вот это вот, не знаю, пыльник, шумка, что это, в разы лучше, прям по контуру, и она свежая, но все равно, когда я снимал зеркала, там было немножко пыли, я решил все-таки, ну, у меня была шумка, прям аккуратно по внутреннему треугольнику я все дело вымерил, отрезал, вклеил, сделал маленькие дырочки, чтобы, ну, крепления прошли и разъем, все это притянул, с обратной стороны поджал пальцем и все, пыль, по сути, не должна лететь, там воздух, ну, всякие там потоки не будут, воздушно туда проникать, и не будет лишнего шума, также еще Z-образный уплотнитель и проклею здесь по двери, надо будет еще подровнять, вот, водительскую дверь, потому что у меня здесь замок до сих пор мозги парит, мы тут подвыстроили немножко, ну, подвыстроили дверь, но щель прям пипец получилась, здоровая, по отношению с задней и с той стороны дверьми. Под капотом пока вот так, не хватает только распорки, но распорку я накину чуть позже, потому что все равно будем ставить обратно пневму, опоры будут меняться, соответственно, все это откручивается, и потом, когда уже поменяется, я сразу накину новые гаечки и прокручу все как было, и отмою все это добро. Мотор, конечно, у меня сытся весь уже понизу, там, главная проблема, он сытся по саленту, получается, коленвала походу, и откуда-то еще сваливает антифриз, откуда-то с обратной стороны, вот, но это надо в любом случае уже доставать блок, его полностью ребилдить, и собирать обратно, тогда все будет ок. Наверное, из-за этого еще машина у меня играет, что сзади где-то протечка присутствует, потому что антифриз постоянно уходит под машиной лужи, как и масло, так и антифриза. Вот, небольшие, но все же есть подтеки, поэтому ремонт в скором времени, наверное, будет, но, наверное, надеюсь, это будет в межсезонье, в следующем. Ну что, будем заканчивать, наконец-то, эту серию, получилось она немножко скучновато, но главная цель выполнена. Одиннадцатая теперь на учете, уже даже успел ее, там, буквально за пару дней провести в то состояние, в котором она была. Да, тут еще кое-что надо будет подкрасить, пофиксить, кинуть пневму, но это уже чуть позже. Одиннадцатая сейчас будет у меня, внимание, под жопом, буду ее попутно доводить там до ума, что-то где-то подкрашивать, допустим, надо переобработать арки, также заняться пластиком в салоне, там, немножко проводкой и обязательно в следующем межсезонье мотором, потому что он уже дымит неистово. И того-того, глядишь, он у меня совсем отрыгнет. Вот, машина встала на учет, сделала страховку, страховка обошлась мне в десятку, техосмотр тоже в двушку прошла на его, блин, что-то в глаз попало сама. И сверку номеров тоже она прошла, в принципе, да блин, что в глаз-то у меня попало. Без каких-либо проблем встала на учет, все. Были, конечно, вопросы к аркам, к задним. Он сказал, что они как бы сгнили, немножко еще посмотрели на глушитель, а он у меня просто стандартный, от Priora Universal, там они 11 одинаковые, вот, просто покрашены в черном. Говорю, тут я нестандартный глушитель. Он стандартный, просто он покрашен, ну, чтобы он не гнил, и все. Занимаюсь я сейчас пока троечкой. Вот, много видео сейчас про нее будет, конечно же. Следующий уже на подходе. Я вот ее разбираю, хром полирую. Скоро у нас солянка, там что-то вроде открыть сезон или просто какая-то встреча, так и не понял до конца. Это первое видео в этом году. Первое было там про ПК, ну, это так, стороннее. Так что все, следим за новостями. Подписываемся на мою телегу, инстаграм, в котором я сижу, обязательно в группу ВКонтакте, я туда выкладываю все фотографии. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...